Это наш главный корпус, расположен он у нас на высоте 700 метров над уровнем моря. Номерной фонд в нем представлен, конференц-залы, медицинский центр и спа-центр. На территории в 14 гектаров, что занимает санаторный комплекс, практически готова вся инфраструктура. Помимо основного отеля, на выбор отдыхающих 20 вилл из цельного красноярского кедра. Натуральное дерево, вкусный запах – часть идеи проекта. В ее основе – оздоровление с помощью синтеза природы и высоких технологий. О них руководство курорта «Алтай-Рестарт» рассказало депутату Госдумы во время его рабочего визита. Будет и биоэмпидансметрия, это для того, чтобы подобрать непосредственно уже детокс-меню с диетологом совместно. Превентологу достаточно большое количество, в барах камеры, капсулы. Поэтому будем стараться оздоравливать людей, не лечить, а оздоравливать. Всевозможные виды массажей ванн, инновационные методики антивозрастной медицины – первая в регионе Крио-клиника для терапии холода. Комплекс превентивной медицины готов уже на 90%. Во всех зданиях осталось доделать внутреннюю отделку, и можно устанавливать оборудование и мебель. Она дизайнерская, стилистически разная. Слева решили разделить здесь потоки. Детокс, дабы поддержать психологически этих гостей, мы решили выделить их отдельно. Сжалились над ними, да? В двух километрах от комплекса находится гора Глухариная. При содействии краевой власти к ней построена дорога, но нужно еще установить современный канатно-кресельный подъемник мощностью более тысячи человек в час. Это инфраструктура перед горой. Мы находимся совсем в другой стороне. Здесь получается ресторан, прокат, то есть это инфраструктура возле горы. Все оборудование для канатки, как и для здания пятизвездочного курорта, закуплено. По словам представителей инвестора, это будет первый умный курорт на Алтае. Человек заехал сюда, на ресепшене администратор нажимает на кнопочку, сразу же идет подогрев полов, комфортная температура, ну не только подогрев полов, но и кондиционирование. То есть все включается, ну грубо говоря, вплоть до кофемашины. В строительство только этого комплекса вложены миллиарды рублей. Всего же в Белокурихе горной свои проекты реализует сегодня 10 инвесторов. Уже работает комплекс Олимппарк, детище самого первого резидента туркластера. Действует горнолыжный курорт Мишина гора, проект компании курорт Белокуриха. Еще шесть инвесторов намерены построить трех-четырехзвездочные комплексы. Для развития туркластера проведены все основные магистрали. Месяц назад опыт сотрудничества бизнеса и местной власти приезжала изучать делегации из Калининградской области. А скоро этот вопрос рассмотрят на более высоком уровне. В конце июня на Алтае будет работать комитет по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Мы планируем посетить Алтай Рестарт, чтобы изучить опыт взаимодействия всех участников, как пример комплексного развития инвестиционного проекта. Когда туркластер Белокуриха-Горная будет реализован полностью, уверены инвесторы, он станет достойной альтернативой зарубежным курортам. Открыть комплекс превентивной медицины надеются в этом году. Но во многом его запуск зависит от содействия бизнесу региональной власти. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.